всем привет друзья с вами димон сегодня будет очень интересное видео потому что повод потрясающий ну для кого-то может быть печальный грустный в целом это связано с лайкингом который мы понизили бр до 9 и 7 сейчас мы на него посмотрим обратите внимание на авиацию вокруг это сейбры миги 15 г-91 пока мы взлетаем уже у нас пачка отвисает от того какие опасные жесткие враги нас тут но друзья мои я в принципе ожидал что мой прогноз будет на сто процентов о том что латинг заменит на позиции имбы переведенный f104 но знаете что прогноз мой оправдался даже не на сто процентов а на 150 и так чтобы вы понимали это не переобзор это старый добрый формат который я решил восстановить ради того чтобы рассказать вам в этом сражении как обстоят дела именно за этот бой вы все прекрасно поймете насколько сложно стало врагам лайтнинга а лайтнинг у наоборот наступил какой-то период курорта что ли так вот первое что мы делаем сразу климпим казалось бы тактика реактивов строится на том что нужно сначала разгоняться по низам а потом постепенно разменивать скорость на высоту но мы можем совершенно игнорировать это правило потому что по тяге по характеристикам и просто самые лучшие на тех боевых рейтингах куда нас периодически теперь кидает спасибо разработчикам за новый боевой рейтинг ну в общем смотрите у нас есть уже противник этого товарища мы игнорируем потому что он оказался чуть выше это не страшно нам не нужно на него разворачиваться потому что это не топовые бои где враг может сразу сесть нам на 6 и отправить догонку ракета от которой мы не увернемся вообще практически никак здесь нет хороших ракет это младшие боевые рейтинги здесь мы можем совершенно расслабиться потому что по скорости мы не уступаем тому же f104 который был на этих боевых рейтингах только при этом у нас еще я напомню есть рэд топы и более хорошая принципе маневренность кстати смотрите лайтнинг как он здесь нарисовался я не понимаю надо его сбивать потому что в этом небе может быть один король лишь один лайкинг отправляется пусть парень в ангар и не мешает нам фармить дживелин опасный противник он стал опасным еще даже не в момент появление перед нами а в момент появление в самой игре но как-нибудь мы с ним справимся с горем пополам я думаю ракета рэд топ найдет варианты его уничтожения нам повезло мы избавились от самого коварного противника уже в начале боя теперь можно расслабиться вот сейчас на самом деле выбирая моменты бум зума именно это основная наша тактика против малышей потому что они опять же повторюсь не могут нас не догнать не переклимбить они все время ниже и это корм на этот корм мы будем падать сверху и использовать курсовое вооружение и рэд топы конечно стоит придержать я возможно зря потратил рэд топ на дживелина мог бы легко его сбить с курсового вооружения но поздно если отдаю очередь снизу вверх но к сожалению промахиваюсь тем более там пролетает еще и союзники решил чуть раньше прекратить обстрел не дай бог собью и придется сделать петли у нас большая скорость я напомню то что на лайтнинге лучше делать петлю когда скорость ну хотя бы 600 с небольшим в таком случае не будет проблем с более-менее неплохим по скорости разворота мы не зависим в верхней точке но здесь придется наверное пролетать мимо не стоит его преследовать подвесимся и нам конец да здесь поблизости есть немало противников которые могут воспользоваться шансом а вот этого товарища желательно сбить вот с помощью как раз лобовой атаки мы немножко более удобном положении были у нас отличные пушки-тридцатки которая разносит врага всего 240 снарядов кстати этого может хватить на большое количество самолетов если делать грамотно и экономно здесь мы конечно же можем развернуться видим что нас никто не преследует ну конечно где найдутся дураки которые будут пытаться догнать лайкинг их нет на этом боевом рейтинге зато мы будем сейчас думать кого сбить следующим хантер неплохая принципе мишень если он еще не будет на нас обращать внимание то это будет просто джек-пот ну пока что не получилось всего сбить выйти на огневую но ничего страшного мы доворачиваем уже сейчас и здесь просто воспользуемся ракеты потому что хантер имеет хорошую скорость видно что он разогнан в отличие от нас потому что мы уже крутились и делали два в итоге разворота и это погасило нашу скорость хотя со временем мы бы все равно догнали ханта кстати очень забавное наблюдение хантер имеет тот же bear что и мы но при этом по всем характеристикам он хуже то есть он медленнее по динамике у него ракеты хуже да вроде бы казалось а м 9 и неплохо лучше чем моим 9б но дорад топов им как раком до китая до сих пор не понимаю чем думали разработчики ставя лайкинг на 9 и 7 но давайте продолжим по бою видим и горя будем сбивать его с помощью курсового вооружения рэд топа мы профукали особенно первую ракета вообще глупо возможно но это уже не так важно и так враг пытается атаковать нашего союзника не это отличная возможность на самом деле снимать 6 союзников это самый легкий способ делать фраги тем более нам даже не потребовался зум потому что враг переваливался с правого скажем так направление налево и в этот момент мы его красу подловили поэтому это оказался легкий фраг это не полноценный маневр он не успел в горизонтальном маневре разогнаться его скорость была мала поэтому мы легко сбили его с курсового вооружения теперь же преследуем следующего мигаря что-то мигаря здесь много сейбр принципе нам пока не интересен снова будем пытаться снять 6 как раз идет преследование у нас немножко снарядов но все равно этого хватит вот заметьте враг пытается конечно нас сбросить и у него это получается не идем по его траектории это важно уходим пока вверх осматриваемся он не пошел маневренный бой поэтому мы продолжаем делать наш разворот если бы он попытался вытянуть нос самолета вверх мы бы вынуждены были уходить все-таки влево и вниз разгоняться и от уходить в отрыв здесь же этого не потребовалось потому что враг решил нас проигнорировать а мы не спокойно продолжили нему доворачивать и мы его в итоге сбили но я могу прекрасно понять мига учитывая сколько союзников он уже потерял он не знает уже за кого хвататься здесь я на последней 6 снарядов пробую сбить сейбр но к сожалению не получается казалось бы да у нас в итоге 6 фрагов неплохо в принципе 6 фрагов но стоит летать на филд восстановить ракеты пополнить боезапас и в целом я хотел бы пока идет эта небольшая пауза кое-что пояснить в чем была сила f104 исключительно в большом количестве запаса топлива 32 минуты и конечно же высокой скорости он разгонялся очень хорошо разгонялся там 1200 1300 топил и соответственно никто из малышей его догнать не мог что же получилось у нас сейчас lightning который пускай имеет всего лишь 18 минут запаса топлива но он и не менее быстрый чем f104 а может быть даже более быстрый чем ранее в 104 при этом у него более хороший доворот он более маневренный как бы эта страна не звучала но в сравнении с f104 вы сами видели как избивал мигов доворачивая до них только потому что мне хватало этой маневренности на f104 так не получится ну и конечно не могу не забыть про топ и теперь учитывая уровень боев это лучшие ракеты на 9 и 7 вы просто не найдете ракет лучше и они тоже теперь периодически светятся на боевых рейтингах 8 и 7 9 и 0 уже устал говорить а я вас предупреждал что будет более жесткая имба чем f104 что будет только хуже но теперь ребята это все изменится только если боевой рейтинг латингу вернут старый хотя сейчас у британоводов праздник они постоянно открывать шампанское успеваю делать фраги бухать и вообще наслаждаться нынешним латингом на данный момент статистика британоводов имеющих лайтинг уходит в космос где-то уже в том месте у юпитера вот поэтому я и говорил то что ребята готовьтесь к самому жесткому причем друзья это не самый лучший бой это самый первый единственный бой который я записал как раз хотелось сделать такой формат но это еще не конец думаете 6 врагов предел идем дальше взлетаем рэд топа пополнили все пополнили даем очередь на сожалению не сбиваем тут еще и ракеты было опасно там еще знаете да на дистанцию вставляется взрыватель и принципе они могли меня срезать я решил все-таки не рисковать тем более что по лтх у нас серьезнейшее преимущество над этими парнями враг решил вучить союзников надо спасать кажется хотя бы одного но он уже все-таки успеет забрать печально мы торопимся как можем принципе да сейчас скорость у нас будет максимальная 1200 километров в час так или иначе мы успеем спасти скорее всего остальных ребят но посмотрим по ситуации так разгоняемся начинаем пикировать и действие возможно даже получится срезать с помощью ракеты но к сожалению враг сразу начинает разворот ракета не зацепится хотя тут найти передняя полусфера ладно значит делаем луч смерти плевать на боезапас главное сбить делаем длинный луч смерти примерно перед курсом полета противника попадаем и слава богу мы уже спасаем остальных ребят их не ждет участие того бедолаги которого завучили первым и так у нас уже 7 фрагов летим дальше ищем последнего противника где же он может быть и кто он тоже и 4 или же какой-то более серьезный враг хотя о чем я говорю какие могут быть серьезные враги на этом боевом рейтинге пробуем срезать его длинной очередью к сожалению не попадаем немножко не хватило ничего страшного теперь просто разворачиваемся и тупо догоняем ребят сейчас будет прекрасно видно насколько лайкинг превосходит все эти реактивы вы помните да и 4b он не крутился ни с кем он просто по прямой как от филда прилетел то есть он на максимальной скорости он супер разогнанный сейчас он завучил одного союзника мы же делали несколько разворотов туда-сюда туда-сюда мы дергались постоянно тратили скорость энергию но теперь посмотрите что происходит мы его легко догоняем практически как стоячего то есть мы максимально легко и быстро восстановили нашу скорость а парень то даже не крутился точно сколько серьезно превосходит по алтаха эта машина которую кидает к этим бедолажкам посмотрите как он цепляется за жизнь эх а ведь на его месте мог быть я если бы качал шведов и на меня бы напал лайтнинг и ты ничего не можешь сделать кстати у меня же есть редтопы просто отправляем ракету она имеет скорость два с половиной маха они 1 из 7 как большинство ракет на этом боевом рейтинге и все никаких навыков ничего не надо просто летишь избиваешь вот такая вот нынче ситуация с лайкингом на боевом рейтинге 9 и 7 хочу сказать огромное спасибо разработчикам которые не дают нам скучать всегда делают какие-то правки изменений которые все время развлекают игроков вот как сейчас очень круто я думаю игроки оценят обязательно пишут комментарии под этим видео чтобы высказать свою позицию по поводу всего этого происходящего на этом я с вами прощаюсь надеюсь данный формат понравился и может быть даже побольше чем обзоры переобзоры как обычно если не сложно ставьте палец вверх ну и подписывайтесь на канал пользуйтесь ссылочкой описании под видео и всего вам самого лучшего пока